Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя наша лекция называется «Современники. Основоположник русского символизма и представитель социалистического реализма», посвященное 150-летию художника Игоря Эммануиловича Грабаря и 165-летию Михаила Александровича Врубеля. Общее между этими художниками состоит в том, что можно сказать, что они выходцы из одной школы. Оба обучались в мастерской академика, профессора и действующего члена императорской академии художеств у Павла Петровича Чистякова. Это был удивительный человек, уникальный педагог. Среди его непосредственных учеников множество великих имен. Врубель, Серов, Васнецов, Суриков, Репин и многие другие. Павел Петрович считал Михаила Врубеля лучшим своим учеником, а Игорь Грабарь спустя какое-то время стал учеником Ильи Репина. Судьбы их сложились кардинально по-разному. Давайте посмотрим. Михаил Александрович Врубель родился 17 марта 1856 года. В три года его мать уходит в мир иную, но ему крайне везет смачуя, которая занялась его воспитанием. Елизавета Христиановна и Весель, серьезной пианисткой. С детских лет он был окружен музыкой, что во многом повлияло на его восприятие как художника. Его отец хоть и поддерживал стремление юного художника, но рассчитывал, что он получит юридическое образование. Обучаясь на юриста, Михаил Александрович вел активный богемный стиль жизни. Врубель становится вольным слушателем Академии художеств. Его учителем становится Павел Петрович Чистяков, про которого мы уже говорили. Павел Петрович отправляет Врубеля как талантливого своего ученика в Киев работать над росписью Кирилловской церкви. Там он влюбляется безответно в жену заказчика Прахова и изображает ее лик в качестве Мадонны. Прахов отправляет его в Италию, но по возвращении его чувства усиливаются. Он предлагает Праховой выйти за него замуж и получает отказ, который очень тяжело переживает. Когда после всех своих путешествий он приезжает в Москву, то получает покровительство Саввы Мамонтова. Здесь он всех поражает одним из вариантов демона. Савва осознает его талант и помогает продвигать свое творчество. На одной из репетиций оперного спектакля Михаил Александрович знакомится с Надеждой Ивановной Забелла, певицей. Влюбляется в нее и предлагает выйти за него замуж. Зная о разгульном образе жизни художника, она все же соглашается стать его женой и оба находят приют своих душ в этом браке. В браке у них рождается мальчик Савва, но умирает в младенчестве. Большую часть творческой жизни Михаила Александровича волнует тема демона. Он рисует его в разных видах и ракурсах. Сам он объяснял, что его демона не надо путать с традиционным чертом. Демоны это мифические существа, посланники. Дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный, величавый. Демоны, ангелы, сарафимы для художника божественные сущности, наделенные величием. На его картинах они восстают во весь свой огромный рост, возвещая о мире ином. Александр Блок пишет. Возвращаясь в своих созданиях постоянно к демону, он лишь выдавал тайну своей миссии. Он сам был демон, падший, прекрасный ангел, до которого мир был бесконечной радостью и бесконечным мучением. Он оставил нам своих демонов, как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что врубили ему подобное, приоткрывая человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим. По всей видимости, талантливым и творческим за гениальность приходится платить. Врачи диагностировали Михаила Александровича психическое расстройство, и последние годы его жизни ему приходилось быть часто пациентом-лечебниц. В минуты творчества его сознание просветлялось, но у него стало падать зрение, что ускорило его кончину. Без мистики не обошлось. В свой последний день Михаил Врубель привел себя в порядок и сказал человеку, который сидел с ним, что пора ехать в Академию художеств. Так и произошло. Игорь Эммануилович Грабарь прожил долгую счастливую жизнь. Позднее его родственники найдут записку с его плана, в котором он изъявил желание дожить до 90 лет, и ему это удалось. Игорь Эммануилович окончил юридический факультет в 1893 году. С 1892 года занимался в академической мастерской профессора Чистякова. В 1894 году поступил в императорскую академию художеств, где занимался в мастерской Репина. Также он учился в Европе, в Мюнхене. В Европе его пройдили работы импрессионистов, с которыми он познакомился во Франции. После возвращения из Европы он познакомился с художником Николаем Васильевичем Мещериным, который предложил пожить у него в усадьбе Мещериных, ныне поселок Мещерино Московской области. Здесь он с упоением пишет природу, находит особые свои собственные неповторимые приемы. В то время, как ему говорили, что природа уже всю написал Леветан, и ничего нового он не сможет открыть. Его работы поражают особым светом, интересными находками, свежим взглядом на пейзаж. С 1913 по 1925 годы Икробарь стал попечителем Третьяковской галереи. Такая должность для него воспринималась как возможность работать в качестве искусствоведа. Теперь у него доступ к культурному мировому наследию. Он преобразовывает способ выставки работ художников. До него была распространена шпалерная развеска. Это способ размещения произведений, при котором картины закрывают всю плоскость стены, разделяемые лишь тонкими багетными рамами. Они покрывали стену наподобие шпалеры. При этом сначала выполнялись рамы, а потом под них подбирались картины. Приходом Игоря Эммануиловича в Третьяковскую галерею этот способ поменяли на тот, который мы с вами назовем сейчас музейным. Один из его современников воскликнет. Наконец-то я увидел свою картину. Работа в Третьяковской галереи дает ему возможность соприкасаться со множеством картин мирового наследия. И это позволяет ему создать энциклопедию «История русского искусства», которая актуальна и по сей день, и которой пользуются студенты, изучающие искусство в наше время. После революции Игорь Грабарь становится председателем Союза деятелей московских художественных хранилищ. Борется с расхищением музеев и частных коллекций. С 1918 по 1930 годы Грабарь делает все возможное, чтобы сохранить русскую иконопись. Пользуясь финансированием, он успевает создать условия для возникновения реставрации как науки. В центральных реставрационных мастерских в Москве объединяются как художники-реставраторы, так и химики. Во время гонений на церковь он сохраняет культурные ценности страны. К сожалению, правительство решает избавиться от церковных предметов. Таким образом, страны Европы были удивлены тем, как из Советского Союза вывозятся огромным количеством русские произведения искусств и продаются за бесценок. Грабарь был против такого порядка и ему приходится уйти со своего поста. Он возвращается к живописи и занимается их ею до конца своих дней. Давайте подытожим пройденное. Михаил Врубель – основоположник русского символизма. В чем это выражается? В том, что смысл произведения становится важнее формы и цвета. Игорь Эммануилович – художник, который хватил сразу несколько направлений. Его считают одним из наших первых импрессионистов. Интересен он также и в жанре социалистического реализма. На его полотнах вы найдете счастливое время советского периода. Завораживают его пейзажные картины, изображающие, казалось бы, простые, малопримечательные, городские и деревенские пейзажи, но передающие повседневную жизнь. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч, друзья!